добрый день дорогие друзья город коротонапа 26 мая 2021 год центральный пляж сегодня великолепный пляжный день очень много людей причем люди как загорают большом количестве так и в большом количестве купаются смотрите сколько людей заплывает море температура воздуха сегодня от плюс 26 в тени до плюс 30 градусов в реальных пляжных условиях даже чуть больше иногда температура воды в море от плюс 16 градусов на глубине 2 метра и более до плюс 22 градусов на мелководье то есть все вот эти значения промежуточные они равномерно распределяются в зависимости от того на кой глубине вы находитесь если потому что сегодня купающийся достаточно много можно сделать вывод то что вот нам на мелководье где-то до метра водичка наверно градусов 20 потому что люди бы в таком количестве холодную воду просто бы не пошли вы можете видеть насколько много людей уже приехала в анапу и вот сейчас хочу отметить то что если у нас 6 час вечера начало 6 как бы пик солнечной активности позади тем не менее отличные условия для загара сейчас как раз солнце ложится мне кажется в самых правильных пропорциях без избытка из избытка жары то есть можно сейчас загорать не опасаясь получить тепловой удар поэтому загар будет ровный и классный водичка в море достаточно достаточно чисто из-за прибоя немного видите водичка мутноватая здесь мы видим то что сдаются в прокат уже катамаранчике количество трех штук всего повсюду повсюду очень много людей понятное дело что на центральном пляже может быть гораздо больше людей но друзья обратите внимание что на календаре сегодня 26 мая то есть это не июль месяц даже не июнь 26 мая что будет у нас дальше в анапе в этом сезоне сколько людей на самых центральных на самых основных пляжах нужно наверно если представить то это будет гораздо больше людей ищет дует легкие но не холодный северный ветерок северный ветерок сегодня достаточно прохладен и не холодный то есть он не песок не летет не ощущение от комфортности пляжного отдыха не снижает очень много выставленной пляжной инфраструктуры вы смотрите регулярно на стороне пляжа такие дождь и настилы которые ведут вплоть до эти самые кромки воды еще стоит отметить тот факт что в этом году центральный пляж подает очень хороший пример всем другим пляжам анапы в чем хороший пример заключается в том что на стране пляже отказались от каких-то ограничительных заградительных заборчиков и даже вот территории санаториев они не загорожены то есть видите к ним беззаборный доступ и я думаю что вот в этом плане хорошо было бы получиться многим другим пляжам в частности на пионерском проспекте витязево где мы видим вот в этом году заборы заборы какие-то навязчивые заборы которые да конечно с одной стороны помогают в чем-то возможно да следить за порядком на пляже легче да но многим людям они просто эти заборы мешают еще одно преимущество центрального пляжа это именно стопроцентная экологичность благоустройства летней пляжной инфраструктурой здесь на центральном пляже нет каких-то мастерных железобетонных блоков закопанных в песок ради установления тентов здесь у нас экологичные конструкции которые в этом году в едином стиле и смотрите эти конструкции деревянные деревянные и не сказать же да что благоустройство какое-то недостаточное то есть мы с вами видим то что оказывается тенты можно ставить без каких-то нарушающих целости экосистемы пляжей средств опять же мы видели на на пляжах в районе джима те как железобетонные блоки закапывались на стороне пляжа такого нет на стороне пляжа инфраструктура она ровно такая какая должна быть именно в плане экологичности но вот вот единственное возникает вопрос по поводу что делают вот эти катамаранчики на пляже но насколько я знаю возможно в этом году здесь здесь новыми правилами стандартами безопасности скорее всего на пляжах анапы не будет гидроциклов там катания на бананах на ватрушках ну а видимо катамараны так как они не развивают какую-то экстраординарную скорость да они скорее всего вот именно будут допущены ну вот они уже по факту допущены да к прокату сапборд тоже видите судя по всему можно взять на прокат в этом году у нас видите на центральном пляже такие хорошим образом совмещенные спасательные пасты с медпунктом там даже там иногда спит система можно увидеть вот отличный отличный принцип прологоустройство вот эти зонтики они вкопаны я видел как-то они вкапываются там тонкие по толщине металлические конструкции в них закладываются четыре больших тротуарных плитки и они вот именно за счет этого удерживаются закапываются небольшую глубину потом выкапываются то есть никаких массивных толстых железоптонных блоков нет вот на одном из участков пляжа между заборчика просто установлены просто столбики и видно что здесь как бы еще могут веревушки быть протянуты но наверно до веревочек не дойдут мы уже дошли до центра центрального пляжа здесь как правило максимальное количество людей одновременно загорающих покупающихся такое всегда бывает в любой курортный месяц и этот день 26 мая не исключение здесь количество людей максимальное качели от фестиваля Amore Fest очень хорошая находка люди постоянно на них занимают очередь чтобы сфотографироваться не всем удается справиться с качелями но они стараются ради эффектных фото стараются залезть на качели джон и 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 джон хочу показать вам проявление двойных стандартов в действии вот смотрите большие бутылки которые якобы из-под алкогольных напитков Распитие алкогольных напитков у нас на пляжах запрещено Это однозначно опасно В состоянии алкогольного опьянения идти купаться в море Но какой-то умник решил, что это будет прикольно То, что вот так вот разместить алкогольные напитки на территории пляжа Именно эти бутылки большие Чтобы смущать людей Насколько сегодня отличный пляжный день Можно видеть по соотношению людей Загорающих под открытыми лучами солнышка И находящимися в тени и полутени Видите, людей в тени и полутени достаточно много под тентами Это говорит о том, что солнышко сегодня весьма-весьма цепкое И уже приходится убегать от него В тенек Сегодня еще также видно, что активизировались всякие пляжные фудкорты Как-то фудзоны То есть в этом году мы видим достаточно много элементов пляжной инфраструктуры И все эти элементы пляжной инфраструктуры За счет того, что они выполнены в едином цветовом стиле В едином вообще техническом стиле Они не загромождают собой визуальный ряд И не доставляют какого-то там дискомфорта Вот еще один деревянный настил, который идет почти до кромки воды К которому могут добираться многие люди К которым просто ходьбы по песку недостаточно К которым нужно что-то более для них приемлемое Спасательные лодки уже выставлены А мы тем временем дошли до уровня выхода от пляжной стороны речки Анапки Здесь еще одно достаточно большое скопление загорающих и купающихся людей Ну, насколько вы видите, друзья День сегодня очень хороший, очень пляжный И сотни, может быть даже расчет пошел на тысячи людей Которые загорают Которые сегодня находятся на пляже Ну и несколько сотен людей купающихся Так что, друзья, ставьте лайки этому видео Кто впервые на канале, смело подписывайтесь Таким образом будете всегда на связи с любимой Анапой С любимым Черным морем Будете всегда узнавать вовремя самые важные новости по Анапе Делайте репост этому видео Пусть как можно больше людей знает Что курортный сезон, пляжный сезон в Анапе Уже с каждым днем все больше и больше набирает оборотов И один вам совет от меня Вот видите, вот эта речка Анапка, которая впадает в Черное море Если вы приехали в Анапу Не позволяйте своим детям и не купайтесь сами в речке Анапки Хотя, конечно, здесь вода теплее зачастую бывает Но, ребята, в море купаться гораздо более здорово и здорово, чем в речке Раз уж вы приехали к морю То зачем вам купаться в речке Анапки Когда есть целое море